Азербайджанская агрессия Во-первых, я хочу передать дружественному и симпатичному личному армянскому народу пожелание выдержки и сил для преодоления всех напастей, которые в очередной раз на вас свалились. И со своей стороны хочу сказать, что желаю, чтобы политики сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность региона взаимному одовольствию и вот этот узел в конце концов разрубить. К сожалению, я должен констатировать, что в наше время, когда происходят очень значительные подвижки на международной арене, связанные с нарушением не то, что там какой-то региональной или суп региональной даже безопасности, а вообще глобальной безопасности, мы не можем достаточно четко прогнозировать развитие ситуации вокруг Карабаха и вообще развитие ситуации в более широком контексте между Арменией, конфликта между Арменией и Азербайджаном. Значит, настроения, на мой взгляд, тревожные, но все понимают, что необходимо каким-то образом купировать, прекратить вот это вот насилие. Да что там говорить, просто какие-то военные рецидивы или там вяло текущую войну. И, ну, мне кажется, что российское руководство это тоже понимает и вообще-то в мире такой существует тоже, наверное, консенсус по этому вопросу. Поэтому давайте, скажем так, смотреть за развитием событий в надежде на то, что те меры, которые предпринимают политики и России, и Армении, и Азербайджана, адекватны и рано или поздно приведут к положительному результату. А вот отвечая вот напрямую, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, отвечу, что ситуация неопределенная, все может быть. Может быть, снова возникнут какие-то, так скажем, конфликтные, остроконфликтные рецидивы. То есть, в России с пониманием относятся к поведению Азербайджана? Понимаете, я не могу каким-то образом, поскольку не являюсь официальным лицом и в мире не работаю, в Совете Безопасности не работаю, я не могу вам гарантировать какую-то вот, значит, инсайдерскую информацию, которая бы взорвала бы информационную ситуацию вокруг того, что Россия кому-то отдает предпочтение. Еще раз говорю, что Россия заинтересована в том, чтобы там был прочный мир в регионе и, в конце концов, прекратился бы этот конфликт, который, мягко говоря, не то чтобы не отвлекает, конечно, Россию от более, в общем-то, актуальных своих внутренних и внешнеполитических проблем, но создает дополнительную нагрузку, напряжение и на нашу политическую элиту, и на наше общество. И поэтому я придерживаюсь той точки зрения, что, ну, скажем так, все наше руководство, вся наша власть, она заинтересована, повторю это, в том, чтобы там мир наступил. А вот как сделать инструментально это, как добиться этого, это, коллеги, достаточно сложный вопрос, это, вообще-то, квадратура круга, страсти наклины, и мне кажется, что, ну, понимаю вашу позицию, в то же время понимаю, что по этому поводу думает азербайджанская сторона. Ну, вот, ситуация такая, какая есть, надо это все воспринимать и работать на то, чтобы, еще раз повторю, добиться мир, или хотя бы, так сказать, устойчивого премьерения. Вот так. Что есть в реальности за этими предупреждениями? Я хочу обратить внимание, что посольства Франции и США распространили такое заявление. То есть страны, в которых имеет место большая армянская диаспора. Ну, согласны с этим. Поэтому наверняка на территории Армении сейчас находится много лиц этнических армян с гражданством Франции, с гражданством США или с двойным даже гражданством. И в результате, естественно, дипломаты учитывают это и, в общем-то, в профилактических целях предупреждают этот контингент своих граждан о том, чтобы они там, скажем, постереглись лезть в такие горячие, так сказать, точки. Значит, вопрос можно поставить и по-другому. Да, я считаю, что это с одной стороны предупреждение, чтобы граждане этих двух стран не участвовали в военных действиях на стороне Армении. То есть не создавали бы какие-то прецеденты, которые бы создавали бы азербайджанской стороне возможность обвинять Армению в том, что она чуть ли не наемниками, а американскими воюет. А с другой стороны, давайте уж говорить откровенно, ведь ни одно другое посольство никаких вот таких вот заявлений не сделало. А что там посольство Великобритании, если бы она рассматривала бы ситуацию как опасную тем, что разгорится военный конфликт настолько, что там, в общем-то, пострадают там даже и британские туристы, которые, надеюсь, есть замечательные Армения, где есть что посмотреть, особенно хладнокровным англичанам. Вот. Ну, скажем так, вот вам мое суждение на этот счет. Но, с другой стороны, если уже говорить таким суконным дипломатическим языком, так банально, так скажем. Ну да, там, скажем, признали дипломаты, что там существуют возможности еще там возобновления боевых действий и прочее. Не можно трактовать и так. Но я все-таки склоняюсь, что это такая специфическая профилактика вот именно по сольству тех стран, где богатая, большая и, я бы сказал, не побоюсь этого слова, так сказать, процветающая, хорошо живущая армянская диаспорт. Насколько возможно в этой напряженной ситуации встреча Пашинян-Эрдоган? Об этом уже есть информация. Вы понимаете, для меня в определенной степени загадка, так сказать, политический темперамент Пашиняна, я так в этом деле еще не разобрался. Но в политическом темпераменте Эрдогана тут все ясно. Он использует каждую возможность для того, чтобы, ну, как грубо говорят журналисты, пропиариться, показать свою политическую активность, желание там быть на первых ролях. И, как говорил король Георг V про Вильгельма II перед началом Первой мировой войны, что мой племянник хочет быть новорожденных на всем крестинам, значит, женихом на всех свадьбах и покойником на всех похоронах. Вот так это самое. Что-то такое, вот, мне кажется, Эрдоган, вот так сказать, динамичен, значит, супер динамичен в этих вопросах. И поэтому он будет, конечно, стремиться к тому, чтобы эта встреча произошла. А уж вашему президенту решать, там, идти ему на встречу или не идти, это ваше суверенное его право. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова